Ойрадская государственная символика. Сейчас, в 21 веке, наша республика, как и другие равноправные субъекты Российской Федерации, имеет собственную символику, представленную флагом, гербом и гимном. За последние сто с небольшим лет она менялась несколько раз. Причиной этому были революция, смена различных режимов и правителей, пока, наконец, в 1996 году не были приняты хорошо знакомые нам флаг, герб и гимн, которыми мы пользуемся и в наше время. Но мало кто знает, какими государственными символами пользовались наши предки. Об этом мы вам сегодня и расскажем. Эльдев-Очир – символ единства и мощи гербер Айратов. Эльдев-Очир – буддийский символ, символизирующий силу и твердость духа, а также вечность и невершимость, например, обета или клятвы. Само слово «Очир» происходит от санскритского ваджира. Кроме того, монгольские народы называют ваджру еще и дорже, что, в свою очередь, происходит от тибетского названия ваджры – дорже. Ваджру держит в своей правой руке бодхисаттва ваджрапани, являющаяся проявлением могущества всех будд. Также имеется еще и скрещенная ваджра – вишва-ваджра, которая в калмыцком языке называется Эльдев-Очир. Именно она была принята Айратами в качестве государственной символики, а именно в качестве герба – сюльде. Скрещенная ваджра – символ абсолютной стабильности, истинной реальности, имеющей неразрушимую природу. В этом значении она присутствует в буддийской космологии. На ней покоится основание Вселенской горы Сумеру. Вишва-ваджра – в виде узора, украшающего трон главы той или иной традиции, указывает на несокрушимость просветленного ваджрного ума. Помимо этого, ваджру изображают на различных буддийских сооружениях, ступах, входах в храмы и т.д. По утверждениям некоторых историков, Эльдев-Очир в некоторое время изображали и на джунгарских монетах – пулах. Де Чинтэнгар – ойратский бог войны. Помимо герба джунгарии, как и в любом государстве, имелось и свое знамя, а для воинов-кочейников оно имело особенное значение. Ведь именно знамя поднимает боевой дух во время походов, развиваясь над головами впереди идущих воинов. И именно потеря знамени в битве во все времена обозначала окончательное и позорное поражение в войне. Главным знаменем джунгарского ханства считалось знамя с изображением Де Чинтэнгар – покровителя воинов у монгольских народов. Изображался Де Чинтэнгар следующим образом. Небесный всадник с величавым спокойствием, несущий боевой стяг, а над ним три птицы, внизу пять животных, символизирующих его власть на небе и на земле. Именно с этим знаменем Галдын Бошиктэйхан завоевал Сайрам, Турфан, Восточный Туркестан, захватывал среднеазиатские города, такие как Самарканд, Мерв, противостоял многочисленным маньчжуро-китайским захватчикам. Именно с этими знаменами джунгары бились доблестными и отважными противниками, такими как казахи, узбеки и киргизы. И именно с этим знаменем 2-й конный калмыцкий полк князя Серебжаба Тюменя в числе первых входили в Париж в 1812 году. Это знамя хранилось в главном суме Хашултовского хурула. Вместе с ним также находилось еще 8 знамен. Вместе, представляющих именно те 9 знамен – Ясентук, с которыми калмыки ходили на Кавказ, и с которыми стояли калмыцкие войска в том месте, где находится нынешний город Ясентуки – Ясентук. Во время революции настоятель Хашултовского хурула передал эти 9 знамен одному из представителей торгутского рода кирят, с тем, чтобы тот сохранил его у себя до тех пор, пока не пройдут смутные времена, а затем передал его наследнику калмыцкого ханского рода. Автор статьи – Эрни Чучевич. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал ZAN Online с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходят почти ежедневно, и одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы пятейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид. Как бы они ни назывались, и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием, историей и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая, больше всего людей старше 30 лет, ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю, может он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8 961 547 76 64. С уважением, Максим и будущая команда канала ZAN Online. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok